здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем узор вот этот вот брюнелла кучинели ажурные ромбы много очень новой коллекции изделий там топ там и джемпер там и кардиган связан этим узором много изделий все выполнены очень простым кроем и вот этим вот узором вот вы знаете я начала его вязать и что-то его откладывала его 1 2 1 2 1 2 я проморочилась целый день но не целый день вру вру часа три-четыре я точно над ним просидела я и я сразу связала два рапорта я в общем пришлось не перевязывать пока тут оказываются важные уклоны влево-вправо очень очень поэтому мы сейчас этот узорчик разберем попетер на он не такой маленький девчоночки он состоит из 22 петель и целых 40 рядов и вот я же говорю тут важно вправо-влево важно очень важно ну правильно начать дырку распределить где она впереди где она сзади 2 вместе очень нарисовалась у меня вот такая вот схема девчоночки пожалуйста за скриниваем вот на этой схеме у нас точками обозначила лицевую петлю чтобы не заморачиваться но и 2 вместе с уклоном влево туда идет полосочка накид это понятно и вот 2 вместе с уклоном вправо туда идет полосочка и так я буду вот так вот прям чтобы не путаться сама я буду обозначать ряд какой вижу потому что я сама мадам такая которая может быстро запутаться и запутать вас значит у меня здесь что у меня здесь я набрала 24 петли две кромочные единственное что удобно в этом узоре я попробовал сначала здесь не нужно для симметрии набирать петли то есть число петель кратное 22 а там я смотрела вот когда я рассматривала на красном джемпере этот узор позже там два ромба с одной стороны кусок ромба больше с другой стороны кусок ромба меньшее чувство не поняла это же брунелла кучинели ну в общем первый ряд девчонки за скриньте себе потому что здесь если будете смотреть в экран потеряетесь у вас должна быть где-то рядышком лежать эта схема и так кромочные я не считаю первым делом у нас 10 лицевых первый ряд 10 лицевых кромочных все изнаночные ряды мы вяжем изнаночной петлей я их вырежу из видео чтобы они у нас не задерживали будут у меня только лицевые ряды значит изнаночный ряд лицевой накиды той изнаночный ряд изнаночной накид тоже провязывается изнаночной и далее я изнаночные ряды не показываю так второй ряд ой третий ряд 2 у нас изнаночный третий ряд 10 лицевых кромочная тоже не считаю 1 2 8 9 10 здесь мы начинаем с накида накид 2 вместе с уклоном вправо накид 2 вместе с уклоном вправо вот они видите здесь у нас начиналось 2 вместе с накидом и далее 8 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 кромочная и изнаночный ряд так пятый ряд 8 лицевых 2 2 вместе лицевой склоном влево накид 2 вместе лицевой с уклоном влево накид и 2 вместе лицевой с уклоном влево накид 3 раза мы это сделали далее 8 лицевых 4 5 6 7 8 кромочная не изнаночный ряд седьмой ряд так что у нас тут 8 лицевых накид 2 вместе с уклоном вправо так четыре раза накид 2 вместе с уклоном вправо 3 накид 2 вместе с уклоном вправо 4 и 6 лицевых кромочная и изнаночный ряд 9 ряд 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 2 вместе лицевой с уклоном влево накид 2 вместе с лицевой с уклоном влево накид всего пять раз так делаем 3 4 5 и заканчиваем накидом ребят верят да и 6 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 кромочная и изнаночный ряд 1 3 4 5 6 лицевых так 6 лицевых накид 2 вместе лицевой с уклоном вправо так 6 раз накид 2 2 2 3 4 4 5 5 5 6 есть и 4 лицевые кромочная изнаночный ряд тринадцатый ряд 4 лицевые вместе лицевой с уклоном влево накид 2 вместе лицевой с уклоном влево накид так 7 раз 7 раз 4 5 6 7 4 лицевые ночный ряд пятнадцатый ряд 4 лицевые накид 2 вместе лицевой с уклоном вправо так 8 раз 1 2 3 4 5 6 7 и 8 заканчиваем накидом ой двумя месте и 2 лицевые так изнаночный ряд кромочная изнаночный и так семнадцатый ряд 2 лицевые 2 вместе лицевой с уклоном вправо накид и далее 2 вместе накид вяжем таким образом восемь раз 9 2 3 4 5 6 7 8 9 раз в семнадцатом ряду раз два два три три четыре и семнадцатый ряд 1 2 3 4 5 и так еще раз раз два три 4 5 6 7 8 9 все правильно потерялась расчета девчонки 9 раз и 2 лицевые начали двумя лицевыми и закончили двумя лицевыми тут как начнешь считать с этими накидами теряешься изнаночный ряд я же говорю казалось бы простой узор но тут важно от лицевой ну да от вот этих вот двух двух вместе где они вначале в конце влево вправо уклон вначале или в конце накид потом вроде бы чуть-чуть приспосабливаешься поначалу я почему я затормозила так потому что запуталась в этих двух вместе хорошо было это оригинал для его увеличила максимально уже по петель на по оригиналу как бы считала это все так поехали дальше 19 ряд 2 лицевые здесь мы начинаем с накида и 10 у нас будет 10 повторений уж лицевые 2 лицевые накид 2 вместе с вправо это второй раз у меня 2 2 3 3 4 4 5 6 5 8 9 и 10 и все здесь уже у нас петли заканчивается работа ну то есть и заканчивается лицевые петли заканчивается вот ну а в вязание это у вас вот такой вот треугольник будет урон лицевой так 21 ряд 2 вместе лицевой с уклоном влево накид 2 вместе лицевой с уклоном влево накид и всего 11 раз раппорт у нас состоит садись 22 петель то есть вот есть наш раппорт это один ром вот при соединении вот этой вот схемы 1 2 3 вас получится такое количество ромбов сколько этих схемах вы соедините сколько раз по 22 петли вы наберете вот изнаночный ряд этому в половине высоты этого ромба сейчас мы пойдем уже на уменьшение так 23 ряд все идем на уменьшение девчонки 2 лицевые накид 2 вместе лицевой с уклоном вправо вот тут тоже у меня загвоздка была все не могла понять как она чтобы ромб тесте действительно получился и так всего 10 10 раз я не считаю да накид вы видите у меня здесь нет накида в конце вот уже у девчонки здесь вот предыдущем ряду должен был быть накид и мы его щас должны провязать вместе вот так вот с этой петлей сделать накид и провязать вместе так 24 ряд изнаночный не забудьте девчонки в двадцать третьем ряду он в двадцать первом ряду вот этот накид я забыла сделать не забудьте так 25 ряд 2 лицевые 2 вместе лицевой с уклоном вправо накид и так повторяем девять раз это у меня раз два три 4 5 6 9 и 2 лицевые кромочная и изнаночный ряд так 27 ряд 4 лицевые 1 3 4 накид 2 вместе лицевой с уклоном вправо и так повторяем восемь раз 1 2 2 3 4 5 6 78 таки 2 лицевые 1 2 кромочная и изнаночный ряд 29 ряд 4 лицевые вместе лицевой с уклоном вправо накид и так 7 раз 1 2 3 4 5 6 7 4 лицевых кромочная изнаночный ряд увидите уже наш ромбик вырисовывается красиво здесь он он действительно ромбик он не косит он ней не не искажен 31 ряд 6 лицевых 6 накид 2 вместе лицевой с уклоном вправо так шесть раз раз 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 издали заканчиваем 2 вместе 6 и 4 лицевые 1 4 кромочная и изнаночный ряд 6 лицевые 2 вместе с уклоном вправо так шесть лицевые 2 вместе с уклоном вправо так накид и так пять раз два два три три четыре пять и шесть лицевых изнаночный ряд 5 5 5 5 6 7 8 лицевых теперь у нас 1 2 3 4 5 6 7 8 накид 2 вместе лицевой с уклоном вправо так 4 раза и 4 6 и 9 9 9 10 14 14 и 12 ряд так 37 предпоследний ряд прекрасно 8 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 2 вместе лицевой с уклоном влево накид и так три раза 2 и 3 и тут у нас 8 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 и изнаночная кромочная изнаночный ряд изнаночными петлями так тридцать девятый последний ряд 10 лицевых раз два три 4 5 6 7 8 9 10 накид 2 вместе лицевой с уклоном вправо один раз и накид 2 вместе лицевой с уклоном вправо второй раз все и здесь у нас 8 петель 1 2 3 4 5 6 7 8 изнаночная все девчонки еще изнаночный ряд и и с первого ряда там у нас один раз один накид и вот она соединиться в красивый красивый ромбик смотрите как красиво схем убираю ровненький ничего никуда не косит вот а если не соблюдать вот эти уклоны влево вправо начнет перекашивать это труд вот такой вот у нас красивый ровный я же говорю казалось бы простейший узор но сколько нюансов на накид 2 вместе но нет не так то все просто как казалось вот этот образец кстати у меня из хлопка связан если будете вязать летние вещи кардиганчик там топик посмотрите думаю вы видели уже мое видео с обзором этих моделей вот вяжите я хотя он мне не нравился но вот сейчас вот уже уже и понравилось нужен может я тут квадратный ток и свяжу все таки все девчонки а на сегодня все с вами была вика школа рукоделия всем пока пока